здравствуйте дорогие садоводы и огородники сегодня 11 сентября я стою вот на грядках возле грядок вернее где у меня посеяны сидираты вот на этой грядке у меня сидираты посеяны 22 августа на вот этих двух грядочках рядом посеяны наверное на 3-4 дня раньше и вот как видите какая разница вот там уже вот какие большие выросли сидираты здесь вот хорошо вырос горох но он кстати был пророщен другие сидираты еще пока маловатые вот здесь вот тоже очень хорошо выросли сидираты дальше я покажу другую грядку где у меня были россии посеяны сидираты раньше на неделю а тот вот от этой грядки что я хочу сделать сегодня вот я купила рожь как видите целое ведро и вот эту рожь я хочу посеять по всему своему участку ну чтобы зимой у меня вся земля была засеяна рожью рожь не боится морозов и она будет расти как только будет тепло она будет все время расти и даже зимой когда будут плюсовые температуры рожь будет расти это такое растение которое не боится холодов зачем же я все таки хочу посеять эту рожь здесь где уже у меня растут все-таки сидираты дело в том что сидираты которые я посеяла ранее вымерзают также как и горчица как и горох фацеля тоже подмерзает хотя весной она может пойти вновь в рост мы не знаем какие будут зимы поэтому какая будет зима поэтому конечно я решила как бы подстраховаться и чтобы моя земля не было зимой голой было все же таки засеяна травой вот я решила еще по этой же площади рассеять рожь вот сейчас я рожь раски раскину это будет не очень густо потому что тут и так предостаточно будет корней в этой земле и когда растение надземная часть этих растений отомрет которые сейчас посеяны там внутри еще много будет корешков которыми будут питаться червячки всякие насекомые бактерии вот и естественно земля будет более рыхлая чем она вот сейчас допустим какая она сейчас есть вот я сейчас буду сеть сеть я буду раскидывая просто рукой не никакие не делать полосочки никакие там канавочки вот просто вот таким образом россию по грядочке и все и вот какая взойдет рожь такая она здесь и вырастет что я хочу сказать дело в том что горчицы и остальные сидираты будут расти до тех пор пока не приподнимется рожь даже если не будет морозов они остановятся в росте почему хочу сразу сказать рожь это агрессивное растение которое не терпит соседство с собой других растений это уже проверено я сию не первый год а уже пятый год я сию рожь и я заметила что где посеяно рожь и вообще зерновые культуры такие как рожь овес ячмень не растут сорняки вот у меня вообще на участке нет нету юнка так называемого ну по-другому еще паутель называют по-разному называют вьющееся такое растение у всех его называют по-разному у нас мы его называем юно кто-то паутель по-разному называют вот после того как я стала сеять рожь у меня вообще его не стало а то ну просто не было возможности так он все заплетал вот я на этой грядочке посеяла теперь я хочу посеять на вот этих двух грядочках тоже пускай растет пшеничка ну рожь и как только погибнут те сидерат и которые сейчас посеяли рожь конечно же будет расти дальше и мои грядочки все время будут зелеными и конечно же все жители которые находятся в земле я имею ввиду насекомые жучки червячки бактерии будет чем питаться вот поэтому я для этого и сею чтобы они мне рыхлили почву и растения которые я высажу свои культурные будут хорошо расти тоже потому что переработанная земля этими насекомыми скажем так будет гораздо гумуснее то есть она будет более плодородные сейчас я покажу вам другую грядку где я сеяла сидераты недели раньше чем вот на вот этой на высоких грядочках сейчас мы с вами пройдем по участку я вам покажу какие выросли здесь сидераты здесь я уже посеяла рожь вот как видите лежат зернышки я уже посеяла посмотрите какая прекрасная стоит трава какой плотный коврик скажем так но есть конечно и проплешины вот почему-то там очень плохо зашло но там теперь зайдет рожь и она заполнит это пространство мы живем в таком месте что птиц фактически у нас много не бывает ну бывает воробушки там но я вам хочу сказать что в такой густой траве они не будут открывать эти зерна и они благополучно как только пройдут дождички они благополучно прорастут то есть они без всякой заделки в почву обязательно вырастут ну это знаете как вот когда поле убирают и остаются там где-то пшеница и она все равно всходит даже не заделанная землю потому что от сырости она набухает прорастает корешочки естественно идут вниз вглубь земли а сами сама ботва растет вверху если у меня еще грядки которые я засеивала я сейчас вам их покажу вот мы пройдем мимо винограда вот здесь у меня тоже есть грядки я села это 22 августа как видите грядочки тоже уже покрылись сидиратной травой вот и уже горох я тут тоже села точно такие же сидираты как и на всех остальных грядочках и я хочу сказать я буду сеять везде сидираты но эти уже конечно не буду сеять буду сеять рожь почему потому что уже эти сидираты они уже теперь не успеют вырасти потому что похолодает у нас могут быть заморозки в сентябре вот ну могут быть заморозки аж в декабре все зависит от того какая будет погода она непредсказуемо вот здесь еще одна грядочка как видите я что хочу сказать ну почему я все таки вот так вот делаю почему я сею эти сидираты вот всегда говорили что очень хорошо чтобы земля ходила под паром дорогие мои садоводы огородники ну я считаю это было заблуждение почему потому что ну как может земля ходить под паром ну это же чем будут питаться те насекомые и червячки которые живут в этой земле вот представьте себе если сезон ничего не растет распахана земля все время барануется ну во первых убиваются все эти жители техникой которая ходит по полю это раз во вторых очень жарко когда земля черная и ничего на ней не растет она вообще превращается в пыль понимаете как можно сделать этому насекомому гумус ну то есть переработать остатки которых вообще нет фактически ну пусть там были какие-то но они очень быстро перерабатывают их и что потом а потом земля остается голой и естественно при первом же дожди лопается и все выветривается все питательные вещества попросту выветривается из земли и все и она теряет свою плодородие теряет поэтому давайте будем наращивать плодородие у себя во дворе в своем саду на своей даче нам это сделать гораздо проще чем допустим допустим на больших площадях там уж пусть думают об этом фермеры там кто занимается большим земледелием поэтому я советую вам сети ну вот я думаю что здесь я тоже наверно посею потому что пока прорастет у меня прошут у меня здесь осталось как видите я сейчас посею здесь раскидаю если птички какие-то и полакомиться пшеничка она не травленная куплена на базаре на рынке где продают и корм для животных сельскохозяйственных поэтому она не протравлена ничем хорош вот и вполне пригодна птичкам на корм но с клюют купим еще посеем ничего страшного не будет не настолько уж это дорого вот ведро рожи стоит 70 рублей и не ее хватит посеять как раз на весь участок если сеять не густо и густо не нужно сеять потому что ну во первых густота ничего хорошего не дает все равно растение должно иметь какую-то определенную площадь питания и я думаю что вот посеянная редкая она взойдет и прекрасно заколосится и прекрасно заколосится на не успеет почему потому что весной как только пригреет хорошо солнышко и за две недели до посадки нужных нам растений которые мы выращиваем у себя в саду или в огороде или на грядках она будет это этот сидерат скошен временно убрана для того чтобы подвялился а на этом месте будут посажены нужные растения вот все что я хотела вам рассказать всего вам доброго дорогие мои садоводы и огородники до свидания заходите на канал подписывайтесь ставьте лайки комментируйте всего вам доброго